Доброе утро! В эфире новости дня в студии Анна Золотухина. Юрий Берг обсудит вопросы импортозамещения с федеральным министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и Михаилом Бабичем. Губернатор Оренбургской области сегодня отправится в Саратов, где примет участие в заседании совета при полномочном представителе президентов ПФО. Одной из главных тем совещания станет решение вопросов импортозамещения и развития реального сектора экономики в Приволжье. Помимо этого, Юрий Берг проведет в Саратове ряд деловых встреч. В рамках визита региональных делегаций запланировано посещение нескольких саратовских предприятий. Сегодня в Орске состоится прием граждан заместителем руководителя регионального следственного управления. Попасть на встречу с Вячеславом Зудерманом можно без предварительной записи в порядке очереди. Вячеслав Давидович ответит на вопросы жителей Восточного Оренбуржья, возникшей к деятельности следственного управления и его структурных подразделений. Прием пройдет в помещении следственного отдела по Орску, расположенному в доме номер 51 по улице Кутузова, в период с 11 до 13 часов. Еще из новостей пятницы. Сегодня на Главпочтамте состоится День подписчика. Клиенты Центрального почтового отделения будут иметь возможность выписать любимое издание со скидкой и получить при этом подарок от областных издателей. Мероприятие под названием День подписчика состоится в рамках Всероссийской декады подписки основной подписной кампании на первое полугодие 2017 года. В этот период Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает цену на доставку на 10% для федеральных изданий и до 15% для региональных и местных СМИ по каталогу Почты России. День подписчика пройдет с 11 до 13 часов по адресу город Оренбург, улица Кирова, 18. В знаменитой Гагаринской летке приступили к разбору завалов после пожара. Задача перед строителями стоит большая – освободить помещение от мусора и начать обследование здания. Ведь летное училище все-таки решили отреставрировать. Сколько на это выделено денег и в чем сложность ремонтных работ в материале Натальи Мороз. Почти 20-летнее молчание стен бывшего училища теперь нарушают строители. Вот уже неделю они разбирают завалы после майского пожара. Тогда от огня пострадало больше тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь перебросился на крышу жилой части дома. К счастью, никто не пострадал. Ежедневно на объекте работают до 30 человек. Аварийное здание имеет свои сложности. Конструкции тяжелые, листьянка. То есть балки из лиственницы. Вручную приходится все делать. По зданию 19 века ходишь как по музею. Несмотря на полную разруху, встречаются уже исторические экземпляры. Вот сохранившаяся табличка на двери подполковника Пикалова. А в одном из кабинетов находим советскую пленку киностудии Министерства обороны. Сколько еще здание таит в себе секретов, можно только догадываться. Возможно, что-то интересное попадется строителям, которые вручную скрывают полы. Первый сюрприз они уже нашли. Перекрытие между этажами засыпано землей. Ее тоже теперь предстоит вывезти. Говорить о том, сколько это займет времени, специалисты пока не решаются. Но уже планируют ремонт в жилой части здания, которая также пострадала от пожара. Смотрели подъезд. Есть повреждения от затопления водой, повреждения на лестничных клетках. Соответственно, они дополнительно будут также исследоваться, потому что они являются изъясниковыми. Были ли повреждения, нужно ли их полностью реставрировать. И, соответственно, в последующем будем заходить, когда это все будет выполнено, в квартиру. Валентина Михайловна – одна из пострадавших. Сейчас снимает квартиру свою. Приходит проверять почти каждый день. Говорит, новоселье обещают встретить уже следующим летом. У нас затопило от ванны на выход, столовую, комнаты у нас не затронут. Мы ходим постоянно, контролируем, смотрим за квартирой. Там бывает зимой у нас порывы, отопление дали по квартирам. Сейчас уже сухо у нас, мы высушили ее. 60 миллионов рублей – такую сумму из областного бюджета направили на восстановительные работы бывшего летного училища. Достаточно ли этих средств, чтобы здание обрело вторую жизнь, специалисты сказать, пока затрудняются. Как и нет ответа на вопрос, что впоследствии здесь будет находиться. Наталья Мороз, Виктор Яковлев, Новости дня. И к другим темам. Оренбуржцев заливает в собственных квартирах. К нам в редакцию обратились жители одного из многоквартирных домов Сорочинска. Сейчас на объекте ведутся работы по капитальному ремонту. Собственники недовольны тем, что реконструкцию кровли не успели завершить до сезона дождей. Подрядчик, в свою очередь, утверждает, что все сроки соблюдены, а работ проведено куда больше, чем планировалось по смете. Отдельные части дома пришлось собирать заново по кирпичикам. В ситуации разбиралась Анна Солодкина. Вот текло. Все ободрали, обсыпается все. Сезон дождей застал жителей одного из домов по улице Мельзавод-10 Сорочинска с полуразобранной крышей. Пока рабочие наверху латают покрытие, вода льется в квартиры. Собственники жалуются, капремонт продвигается очень медленно. Вот дождь прошел, снег прошел. Позавчера был снег у нас? Да. Вот вам позвонили, вот через час они все приехали сюда, человек шесть. А до этого? А до этого 10 дней их не было. Подрядчик не скрывает, перерыв в работах был, ждали материалы. Но в сроки сдачи дома строители укладываются. До 10 ноября все будет сделано. А еще добавляет, объект непростой. Прежде чем приступить к ремонту кровли, рабочим пришлось перебрать целый угол строения и обновить кладку карнизов. Жильцов нужно было расселять, потому что на свой страх и риск мы внутри опоры не ставили. Мы выложили дополнительные стены, как под опору, чтобы обезопаситься. И начинали уже выдолбливать те участки, где разбух кирпич у них. Собственники признаются, крыша текла и до начала ремонта. Несколько лет назад они отказались от услуг управляющей компании, которая, по их словам, некоторое время собирала платежи, а после исчезла. Ответственность за состояние дома легла на самих жильцов. Мы сами делали кое-как ремонт, не кое-как, а делали, а что толку, если она там как сито, эта крыша. Временный эффект самостоятельных ремонтов привел здание в запущенное состояние. Серьезно обветшали фасады, несущие конструкции. Сейчас все аварийные вопросы, по словам подрядчика, решены. Рабочие готовы непосредственно начать установку крыши. Анна Солодкина, Семен Воробьев, Новости дня. Если вы столкнулись с неразрешимой проблемой, расскажите о ней нам по телефону редакции 720908, код Оренбурга 3532. Наши корреспонденты постараются разобраться в ситуации и помочь вам. Сегодня в областном центре состоится открытие выставки известного оренбургского художника Федора Щукина. Его работы можно будет увидеть в выставочном зале музея ИЗО на улице Володарского. На выставке представлено более ста живописных и графических работ, написанных в разные годы и являющихся своеобразным итогом 35-летней творческой деятельности Федора Щукина. Зрители имеют возможность увидеть пейзажи, портреты современников и автопортреты, натюрморты, этюды и композиции в жанре обнаженной натуры. В Оренбурге стартовал традиционный турнир по боксу на призы нашего прославленного земляка Владимира Чернышева. В соревнованиях принимают участие юные боксеры России и Казахстана. Продолжит Анатолий Юденьевич. В центре бокса на Марсовом поле вдоль ринга выстроились более сотни, а точнее 115 участников из команд нашей области и соседнего Казахстана. Церемония открытия включала в себя приветствие организаторов танцевальные номера, вручение хлеба соли. Сам знаменитый чемпион Владимир Чернышев в этот раз не смог приехать на турнир, в котором участвуют боксеры 2001-2002 годов рождения, то есть старшего юношеского возраста. Эта категория очень важна. Она переходная на новый уровень, юниорский. Здесь у нас звездочки хорошие, очень хорошо ребята отработали это лето, но сейчас кого-то выдвигать и задвигать не хочется потом. Каждому все равно дали шанс. Вот турнир, будь добрый. В Оренбурге проводится множество боксерских турниров, но Чернышевский особенный. Это наши брендовые соревнования. Команды районов области везут сюда самых перспективных юношей и слабых соперников нет. Турнир он всероссийский, большой, на нем собирается много боксеров, так же как из Казахстана. И поэтому, я думаю, конкуренция будет большая, как для меня, так и для всех спортсменов. Традиционно приехали гости из Казахстана, из трех городов – Актабе, Актау и Уральска. Делегация многочисленная, ввиду того, что бокс в соседней стране – вид спорта номер один. Постоянно приезжаем, это для нас большой опыт. Здесь всегда проходит все на высшем уровне, со стороны судейства, всегда все справедливо. Ну и из таких турниров выходят такие боксеры, как заслуженный мастер спорта Чернышев, олимпийские чемпионы. Многие наши олимпийские чемпионы, уже которые стали, они в прошлом здесь боксировали. Сейчас в 15 весовых категориях проходят предварительные поединки. Финалы и награждения победителей и призеров – в субботу. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. На этом у меня все, но впереди вас ждет еще полезная информация. Оставайтесь на нашем канале. Осенние ненастия – самое время приобретать теплую, качественную верхнюю одежду. Внимание, впервые в Оренбурге открылась выставка пуховиков. Более трех тысяч наименований зимней и демисезонной одежды. Женские и мужские куртки и пуховики самых разнообразных цветов и фасонов. Выставка уникальна тем, что стоимость каждого изделия – 3,5 тысячи рублей. Такого в нашем городе еще не было. Наша цена оправдана тем, что мы работаем напрямую от производителя. Мы гарантируем высокое качество и износостойкость наших пуховиков, в чем предлагаем вам прийти и лично убедиться в СКК Оренбурге. Яркие, модные и, самое главное, качественные и долговечные изделия обязательно придутся по вкусу оренбургским модницам. Они позволят подчеркнуть индивидуальность хозяйки, совершенно точно выделят ее из толпы и не дадут замерзнуть в зимние холода. Не уйдут без покупки и представители сильной половины человечества. Модельный ряд мужской одежды также представлен очень широко. А стоимость всего 3500 рублей за изделие прибавит хорошего настроения. Торопитесь, выставка пуховиков будет работать в Оренбурге с 17 по 31 октября с 10 до 19.00.